МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые заметные обсуждаемые события недели, другими словами, на седьмом. Здравствуйте, с вами Майя Бигбаева. Смотрите сегодня в нашей программе. Вместо портфеля мешок. Вместо школы знаний поле под палящим солнцем. Как дети из Южного Казахстана оказались на хлопковых плантациях? В Минтруда насчитали 100 тысяч неопознанных пенсионных счетов. Куда и как могут уплыть ваши кровные? На вопросы ответит вице-министр труда и социальной защиты населения. Ловцы человеческих душ. Только у нас эксклюзивное видео и признание бывшего адепта. Как вербуют, как делят зоны влияния и почему миссионеры ничего не боятся? Что подкосило жителей Кайназара? 114 человек на больничной койке. Врачи говорят, энтеровирус. Сельчане уверяют, грязная вода. Почему наши дети не хотят жить? Суицидальные настроения среди казахстанских подростков приобретают масштаб национального бедствия. Специалисты уверены, всему виной интернет. А также самое шокирующее видео недели. Самые интересные твиты и посты. А также чем король российской попсы снискал всеобщее одобрение. Узнайте прямо сейчас. Дело о массовом убийстве в Илья-Латаусском парке на неделе начал рассматривать районы суд Алматы. На скамье подсудимых один из основных подозреваемых Саян Хайров. Предварительные слушания проходят в закрытом режиме. Никого, в том числе супругу обвиняемого, в зал не пустили. Шанар Бесенбаевой лишь удалось передать для мужа пакет с продуктами. Говорить о своей семье женщина наотрез отказалась, убегая от вопросов журналистов. Где он был в тот момент? Я не знаю, где он был. Немногословной оказалась и защита обвиняемого. Адвокат сообщил, что еще не полностью ознакомился с материалами уголовного дела. На предварительных слушаниях Жандос Булхаир ходатайствовал о том, чтобы процесс проходил на казахском языке и просил отправить дело на доследование. Адвокат не согласен с некоторыми предъявленными обвинениями. Спецслужбы указывают на причастность Саяна Хайрова к созданию террористической группы, возбуждению национальной и религиозной вражды, похищению человека и незаконному пересечению границы. Всего в уголовном деле двое подозреваемых. Саяна Хайрова задержали весной этого года в Кыргызстане. Заурбек Бутабаев до сих пор находится в бегах. Их обвиняют в преступлениях, связанных с массовым убийством в Аксайском ущелье. Напомним, в августе прошлого года на территории Илья-Латаусского парка были обнаружены тела 12 человек. Еще один егерь Игорь Захаропула до сих пор не найден. Позже спецслужбы сообщили, что кровавой расправе причастна радикальная исламская группировка. Саяну Хайрову грозит пожизненный срок. Главное судебное разбирательство состоится 14 октября в открытом режиме. Если с радикальными экстремистскими организациями в Казахстане ведется определенная борьба и в принципе ситуация находится под контролем, то вот деятельность отдельных религиозных объединений порой остается бесконтрольной. Закон в отношении них на удивление мягок. Максимальное наказание за нарушение правил агитации – штраф. В нашу редакцию обратились люди, которые поддались влиянию миссионеров и пострадали от их действий. То, что они рассказали нам о методах так называемой вербовки, повергло в шок всю редакцию. Если верить словам наших героев, то оказывается миссионеры уже разделили Астану на 4 условные зоны. В каждом секторе работает отдельная группа пропагандистов, которые знают все о жителях своего района. Бывший адепт рассказывает, что вербовка проходит совершенно открыто. Это кадры оперативного видео. На съемной квартире двое членов религиозного объединения «Свидетели Иеговы» проводят агитацию. Речи миссионеров предназначались для студентов одного из столичных вузов. Тревогу забила их бдительная тетя. Именно она вызвала полицию в квартиру племянников. По словам агитаторов, они пришли сюда по приглашению, а значит закон не нарушили. Вообще молодежь самый лакомый кусок для разного рода пропагандистов. Ее легче привлечь, зомбировать, оторвать от семьи и в итоге заставить делать то, что выгодно. Так откуда они взялись, эти ловцы человеческих душ, расскажет Олжас Рамазанов. Судя по улыбкам и радушию, прихожане рады неожиданному визиту полицейских. Спокойно рассказывают о своих целях. Истина приверженцев нетрадиционного религиозного отечения предназначалась для двух студентов одного из столичных вузов. Агитаторам помешала тетя. Выручать племянников она пришла с нарядом полиции. Они нарушили закон о религиозной деятельности религиозных объединений. Указано нарушение, регламентированное в статье 375 незаконно-миссионерская деятельность. И 394 нарушение иностранных правил пребывания в республике Астан. Так как один из адептов был гражданин Кыргызской республики. Именно благодаря тете студентов удалось установить факт незаконного миссионерства. Получается, эти люди пришли прямо к вашей племяннике? Да. Пришли сюда, в этот дом. Что было у них в руках? С чем они? У них книги были. Маленькие книжки такие. Они сказали, что эту книгу надо читать. Алия Ермагомбетова признается, что ее охватил страх. Вместо лекции в университете племянники посещали собрание яговистов. С яговистами будут разбираться в административном порядке. А вот со студентами-последователями, скорее всего, их родители. Следующее любительское видео наглядно показывает, как миссионеры агитируют на квартирах. Показать бы тебе нашу организацию. В следующий раз я тебе принесу диск про нашу организацию. Она всемирная. Посмотришь, какие там вообще у нас здания, залы, конгрессы. Здесь даже много людей собирается со всех здрав. Я дарил. Действия миссионеров порой выходят за рамки законных ограничений. А это что за книга? Это моя книга. Ваша, да? Ага. А вы с какой организацией? Подожди, вы чем же снимаете? Нет, подождите. Вы с какой организацией? Свидетели Ягова, да? Да, свидетели Ягова. За ответами мы направились в здание объединения свидетелей Яговой. И как раз в это время проходило очередное собрание. На часах ровно 18.30 члены религиозного объединения свидетелей Яговой собираются именно здесь, в этом здании, которое они называют залом царства. Чужим вход воспрещен. Вместе с сотрудником столичного управления по делам религии мы попытались попасть в зал царства. Корреспондент 7 канала, Лжас Рамазанов, вы не против, если мы зайдем? После этих слов яговисты оставили нас у порога. Нас, к сожалению, не пустили в это религиозное объединение. И мы, к сожалению, не можем сказать вам честно, что происходит за этой дверью и какого бога верят эти люди. Однако бывшие члены этой религиозной организации поделились с нами любительским видео. Мы решительно настроены подчиняться богу как правителю, а не людям. На этих кадрах зал царства изнутри. Проходит лекция преподавателя из Германии. Кто-либо уговаривал его нарушить верность богу. И какой пример он подал нам. К нам обратился бывший яговист. Он рассказал, как работают миссионеры. Его голос изменен, лицо скрыто, имя вымышлено из соображений безопасности. Выбрав новую веру, он отверг старую. В Астане, например, любого человека спросит вас, вы в ней живете, вы адрес скажете, а вас все будут о нем знать. Потому что правоучастки разделены. За каждым участком есть участковые, за каждым участком есть пионеры, которые ходят. И они владеют все, в какой квартире, в какой человек живет, чем донимается и так далее. Азамат являлся миссионером полтора-два года. На его счету более 15 новоявленных яговистов. Там обязательно 3-4 месяца проходишь обучение. Проходишь школу, тактику проведения, беседы, как проводить беседу. И не один человек, а по два человека ходят. Потому что один должен, значит, разговор, второй должен поддержать. Ну, их тактика такая. Многоэтажные квартиры, 15-16, туда зайти сейчас тяжело. Охранник стоит или консервис стоит. Как вот на своем обучении, как найти общий язык с тем же консервисом. Даже если вот там запрет стоит, как вот все равно туда надо попасть к людям. И вот используется так же домофонный. Ну, и он звонит. Говорят, вот я там такой, такой, хотите хорошую вещь услышать о Боге? Ну, начинается вот так такая. И некоторые поддаются, открывают. По словам нашего следующего героя, он потерял все, став прихожанином церкви благодать. Был бизнес, хороший бизнес, с хорошим доходом. Почти полмиллиона ежемесячно это было. Ничего не стало, ничего не осталось. Куда девалось, сам не пойму. Даже зарплаты, там, к примеру, миллион, ты должен был сто тысяч принести. Как бы, они, как говорят, для Бога, но это, естественно, не туда в небеса уходили, а это на их нужные там. Кому-то на курорт нужно было съездить, кому-то там машину новую прикупить. Факты незаконного миссионерства, зарегистрированные по всей стране. В Астане с прошлого года, по данным Управления по делам религии, выявлены три случая. Те граждане иностранцы, к примеру, другие, которые приезжают, они, как бы, где определен закон, знают порядок действия и не нарушают этих законов. А вот именно наши считают, что это их свое, там, для себя берут какую-то обязанность, ответственность и начинают распространять. Сегодня в Казахстане в основном роли миссионеров берут на себя граждане нашей страны, тогда как раньше эту задачу выполняли иностранцы. В итоге люди меняют взгляды, бросают или затягивают вместе с собой свои семьи. Агитаторы работают по всей стране, нередко переступая закон. Ужас Рамазанов другими словами. Уголовное дело, о котором пойдет сейчас речь, расследовалось не в нашей стране, в США. И тем не менее, все мы внимательно следили за этим процессом, потому как жертвами преступников стали казахстанские сироты. Супругам Мэйот, которые были признаны виновными в изнасиловании приемных детей из Казахстана, вынесен приговор. На двоих они получили более 40 лет колонии. Напомним, в 2004 году они усыновили брата и сестру. Мальчику тогда было 13 лет, девочке 8. Согласно оглашенным на суде показаниям, вскоре после того, как дети попали в семью Мэйотов, они стали подвергаться домогательствам со стороны приемных родителей. От сексуальной связи с приемным сыном Линда Мэйот родила ребенка. Факт отцовства подтвердила экспертиза ДНК. Американцы были признаны виновными по всем пунктам, касающимся растления малолетних. Глава семейства Мэйот получил 20 лет лишения свободы. Его жену осудили на 22 года. Отбывать наказание супруги будут в разных тюрьмах, а дети продолжают находиться в штате Массачусетс. Мальчику сегодня 21 год, девочке 17. Сегодня она определена в хорошую семью. С этими ребятами работают психологи, социальные работники. Потому что сегодня очень важно обеспечить целый комплекс реабилитационных услуг. Этим занимаются службы Соединенных Штатов Америки. Имена и место пребывания жертв насильников чиновники не разглашают. Но сотрудники МИД пояснили, что возвращаться на родину дети не желают. Сейчас они оформляют американское гражданство. По желанию и просьбе самих детей МИД не будет публично озвучивать информацию об их именах, подробностях оказываемое им содействие и других деталях, касающихся их дальнейшей судьбы. Не ясной до сих пор остается информация, касающаяся интернет-биржи, где, предположительно, казахстанскими сиротами в буквальном смысле торговали. Официально госорганы США этот факт пока не подтверждают. Первым шагом было Министерство иностранных дел Республики Казахстан. Вчера передали все списки усыновленных казахстанских детей американскими гражданами, начиная с 1999 года, в Госдепартамент США с целью оказания содействия в получении дополнительной информации о судьбе наших детей, о том, как они живут, каково их состояние здоровья, материальное благополучие. Руководитель Комитета по охране прав детей Раиса Шер утверждает, что за последний год ни один ребенок не был усыновлен американцами. Помимо этого, поясняет, что отныне, чтобы взять ребенка иностранным усыновителям, придется собрать больше 200 документов. В качестве примера Шер показал одно из таких досье. В папке справки от врачей, полицейских, налоговых инспекторов, фотографии и рекомендации от социальных органов. Департаментом в городе Париже, управлением по социальным делам, видите, детство и здоровье, под управлением по социальным и воспитательным делам, отделом по... Видите, это сейчас непросто так. Раиса Шер на этой неделе встретилась со специальным советником по делам детей Госдепартамента США Сьюзен Джейкобс. Они приняли решение разработать целый список мер, которые в будущем смогут обезопасить сирот от родителей подобных семье Мэйот. Предполагается, что за усыновление наших детей будут отвечать не только специалисты отделов образования, но и целый ряд как казахстанских, так и зарубежных специалистов. В случае трагедии они будут нести ответственность. Какую? Представители на встрече пока не решили. 114 человек оказались на больничных койках в поселке Кайназар Алматинской области. За последние пять дней данные о массовом отравлении обновлялись трижды. В районе продолжают выявлять новых больных и пока рано говорить о том, что вирус отступил. Медики подозревают, что людей подкосила энтеровирусная инфекция. Симптомы схожие. Большинство пациентов это дети, которые сообщили о тошноте и резких болях в животе. Проверяется еще одна версия, по которой причиной заражения людей могла стать некачественная вода. О массовом заболевании в поселке Кайназар стало известно в среду. По словам медиков, все больные находятся в удовлетворительном состоянии. Кроме того, специалисты проверили взрослых и детей, которые контактировали с зараженными. Сейчас санитарным врачам предстоит выяснить, откуда в поселок могла прийти зараза. Ассельнозирова с подробностями. Дома Мраевых за несколько дней уже пропах лекарствами. Кишечная инфекция подкосила младшеньких в семье. Сначала недомогание почувствовала 9-летняя Ясмин, затем у ее брата резко подскочила температура. На последнем уроке у меня начал болеть живот и голова. Потом, когда урок закончился, я пришла домой, у меня болело еще живот. С такими же жалобами к врачам обратились еще несколько детей. Медики решили, не теряя время, пройтись по всем домам. И, как оказалось, не зря. Они болели остро. У них температура была, боли в области живота, жидкий стул был, головные боли, слабость, недомогание было. Инфекция быстро распространилась по поселку. В день вспышки зараженными оказались 88 детей разного возраста. Госпитализировали 14 тяжело больных. У меня живот болел, крутил, голова кружилась, тошнота, плохо становилась. У всех больных взяты вирусологические, бактериологические анализы. Через 3-4 дня будут результаты. Среди насилия здесь создан штаб совместно с Акиматом, РАСС и медработниками. Проводится подворный обход. Число внезапно заболевших стало только расти. К 88 добавилось еще шестеро. Санитарные врачи также набрали скорость. В Кайназар завезли лекарства. Медики стали проверять всех, кто так или иначе общался с зараженными. Началась массовая обработка домов. На сегодня мы проводим противоэпидемические мероприятия, как при кишечных заболеваниях. И поэтому в первую очередь мы работаем на выявление больных. То есть медицинскими работниками проводятся подворные обходы, чтобы больных выявить на ранней стадии и своевременно им оказать медицинскую помощь. Никто не мог понять, где источник заразы. Первым попала под подозрение столовая в школе, где учится половина заболевших детей. Правда, за порог нас туда не пустили. Покажите, вы санитарную книжку, покажите. Причем тут удостоверение, не надо мне удостоверить. Вы покажите на мне санитарную книжку вашу. Выяснилось, что школьную столовую закрыли. Правда, директор не связывает это с массовым отравлением детей. Вины школы нет, во-вторых, какая-то инфекция сейчас в поселке. Санэпидистанция приехала, анализы взяли. Столовая у нас работает, просто сегодня санитарный день, поэтому закрыта. Версию, что школа – источник заразы, исключили. Кишечная инфекция затронула и взрослых. В поселке тут же стали обсуждать, что, возможно, причина отравления имеется в каждом доме. Работники Минздрава проверяют еще одну из версий, что столько людей могли подхватить кишечную инфекцию из-за питьевой воды. Так это или иначе покажут результаты лабораторной экспертизы. Пробы уже взяты. Но на всякий случай подачу воды в поселок отключили. А местным жителям настоятельно рекомендовали пить только кипяченую воду, либо покупать готовые бутыли в магазинах. Все трубы уже испорчены у нас. Там наверху, где вода, с родника берем воду, там все только нет, все открыто, труба открытая вообще. Ни сетки, ничего, ни очистители, ничего нет. Дети с крана пьют в школе, говорит, кипяченого. Никакая кипяченая вода, мы каждый день детей водим туда. Ну, у нас тут вода ужасно грязная идет. Вот вверху там страшно смотреть. Уже сколько лет, вот я живу здесь 7 лет, уже 7 лет. И еще сколько лет до этого, не знаю, вот жаловались, жаловались, толку нет. Может, теперь кто-нибудь будет обращать на это внимание. Правда, в местном окемате, говорят, не стоит грешить на воду. Накопитель часто обрабатывают, а трубы скоро будут менять. На днях сети в целях профилактики снова промыли. Таких случаев не было, чтобы недомогание заметили. Потому что в любом случае сразу начинается с температуры, сразу потом присоединяются боли в животе и головные боли. Поэтому так нельзя не заметить, что кто-то не болеет, понимаете. Обязательно это сразу будет видно. В четверг подхватившие инфекцию стали идти на поправку. У медиков сразу появилось подозрение, что здоровье стольких людей мог подшатнуть. Энтеровирус – резкое ухудшение здоровья и скорое улучшение состояния, свойственны кишечному гриппу. По клинике, по скорости распространения, мы думаем, это энтеровирус. Вирусного характера, кишечная инфекция вирусного характера. Ну, вирус может по-разному распространяться. Через воздух, через разговор, через бытовой контакт, через пищу, через воду и так далее. Поэтому все варианты по методам исключения работаем сейчас. Правда, спустя сутки тишина инфекция вновь себя проявила. В больницу накануне поступили еще около 10 жителей поселка Кайназар с одинаковыми симптомами. Три случая заражения вирусом также выявлены в городе Талгар. Тем временем санитарные врачи подгоняют лаборантов. Медикам нужно скорее узнать, что могло стать источником массового заражения. А Тельнозирова другими словами. Депутаты предложили маркировать по возрастному ограничению интернет-страницы суицидального характера. Закрыть такие сайты невозможно, говорят народные избранники. И пока они спорят, подростковый суицид приобретает размеры национального бедствия. Вести об очередном ребенке, покончившем с собой, появляются едва ли не каждую неделю. Согласно статистике, только за последние 8 месяцев этого года добровольно уйти из жизни решили 166 детей. Многие из них хорошо учились и воспитывались в благополучных семьях. Психологи говорят, что больше половины этих случаев можно было бы избежать, если бы родные и близкие детей обратили внимание на их поведение. Оказывается, существует несколько явных признаков. Вот они. Жалобы на свою бесполезность, на бессмысленность жизни, избавление от любимых вещей, перепады настроения и неряшливость. Ольга Чапурина продолжит тему. В середине сентября среди жителей Тихого района Павлодара прокатилась страшная новость. В этом доме нашли тело 12-летнего мальчика. Ребенок повесился в своей квартире на поясе от кимоно. Соседи до сих пор не понимают, почему школьник пошел на это. Рос в хорошей семье, спортсмен и отличник. А накануне самоубийства отмечают. Был, как обычно, вежлив и весел. Мы с дачи, когда приехали, не помню когда. Они все четверо, мама и трое, папа не было. И они вышли с машины, все трое шли. Он еще мне дверь придержал. Говорит, давайте бабушка, я помогу. Повесился, прыгнул с высоты. Новость о добровольной смерти подростков несколько раз в неделю фигурирует на информационных лентах. Факты подкрепляет жуткая статистика. Это официальные данные. Только за 8 месяцев 2013 года зафиксировано 166 случаев суицида среди подростков. Международные эксперты уже констатировали. Казахстан на сегодня по подростковому суициду лидирует в рейтинге среди стран СНГ. Правда, эта статистика не дает понять, почему дети идут на столь серьезный шаг. К поискам проблем подключились эксперты. Они считают, что причину надо искать в интернете. Во всемирной паутине есть так называемые суицидальные сайты. Здесь пользователи обсуждают способы уйти из жизни, свои мрачные мысли и планируют коллективное самоумийство. На одном из подобных интернет-ресурсов мы нашли представителей различных субкультур. И попали на их закрытую вечеринку. Черные глаза, темные цвета одежды и жуткие рисунки на лице. Они не любят говорить о себе, а в обществе их боятся. Принято думать, что эмо и готы пропагандируют самоубийство. Если человек неформал, слушает тяжелую музыку, я пойду, умру, убьюсь об стенку. На самом деле нет, это заблуждение. Неформалы, они все. Вы можете сами посмотреть. Это веселые, жизнерастные люди. Многие здесь признаются. В новую культуру привели мысли о самоубийстве. Яркий пример – вот эта девушка – Эмилия. Она уже 8 лет шокирует своих родных и близких агрессивным макияжем и мрачными цветами одежды. Признается, не раз думала о смерти. Сидишь, думаешь, я не хочу жить, там, еще что-то. Ну, конечно. Но когда это все перетерпишь, просто перенервничаешь, ты думаешь, а кому я сделаю хуже? Только своим родителям? И все. В генеральной прокуратуре не раз заявляли, контроль над сайтами суицидального характера ведется. Именно в этом пространстве у нас мы видим, мониторим, находим такие сайты. По наиболее активным, в которых, возможно, казахстанские пользователи интернета, наши дети, пользуются, заходят. Мы принимаем меры правового воздействия. В соответствии с законом о средствах массовой информации, пропаганда в связи социального поведения средств детей служит основанием для приостановления деятельности средств массовой информации. В генеральной прокуратуре нам пояснили, решением суда закрыли пять иностранных интернет-ресурсов, которые пропагандировали самоубийство. За какой период, не уточнили. А потому судить, много это или мало, не беремся. Но сами лично наткнулись на десятки опасных сайтов. В этом офисе тоже ведут ежедневную борьбу с сайтами суицидального характера. Люди здесь знают, что закрыть такие интернет-ресурсы непросто. Только по решению суда. У Фемиды должны быть на то четкие основания. Например, открытый призыв к самоубийству. Но подобные сообщения часто завуалированы. Тогда уже вступают другие механизмы. То есть мы связываемся с владельцами сайтов, если они находятся на территории Казахстана. Либо связываемся с провайдерами, интернет-провайдерами, либо с правоохранительными органами. Психологи считают, что в борьбе с детским суицидом слишком много сил бросают на контроль интернета. Причины нужно искать в другом. Специалисты уверены, на детях большая ответственность. Да и родители заняты, чтобы следить за своими чадами. Ребенок хочет быть таким же успешным и благополучным, как его родители. И если он не справляется с этой ролью, то иногда, да, бывают случаи суицида именно на этой почве. А вот страны, которые смогли победить детские самоубийства. Греция, Италия, Гватемала и Филиппины. Здесь подростки лишь в редких случаях добровольно уходят из жизни. Специалист по международному праву Марат Башимов предлагает посмотреть внимательно на опыт этих стран. Развивать нужно службы психологической помощи. Там государство правильную политику построило по отношению к людям. И вот это наверняка помогает тому, чтобы в экстремальных ситуациях люди старались сообща. Потому что та же Италия, она же южная страна, общения много. Он пошел к психологу проконсультироваться, шага не сделает. Психологи говорят, что на сегодняшний день реальные фанацеи от детских суицидов они не знают. Нужен комплекс мер. Но некоторые из них предлагают воспользоваться опытом России и Украины. Там планируют ввести в школах специальный предмет, на котором педагоги будут учить детей бороться с конфликтами, объяснять, что такое переходный период и первая любовь. В этих странах новую дисциплину уже разрабатывают в Министерствах образования. В ближайшие годы она станет обязательной для учеников с 3 по 11 классов. Ольга Чапурина другими словами. Вот ваши дети сейчас где? Наверняка отдыхают после напряженной учебной недели. А школьники Мактаоральского района Южно-Казахстанской области давно забыли, что такое отдых, как, впрочем, и что такое школа. Вместо того, чтобы сидеть за партами в светлом классе, они гнут спины на хлопковых плантациях под палящим солнцем, зарабатывая себе на ручке и тетради. Этот вид детского труда, я имею в виду сбор хлопка, относится к разряду самых тяжелых и запрещен международной конвенцией. Впрочем, родители это все поощряют, рады любой заработанной копейке, пусть и ущерб знаниям. А педагоги факт отрицают категорически. Мол, не работают наши дети на полях и все тут. Наш корреспондент Ирина Абрамова отправилась на хлопковые поля и выяснила, где проводят время южно-казахстанские школьники и сколько нынче стоит детский пот. 13-летний исламбек ловко собирает созревших хлопок. Восьмиклассник на этой плантации работает с начала уборки. Уверяет, об этом знают и его учителя, и родители. Последние полностью поддерживают. За килограмм платят 17 тенге, в день собирают 20-24 килограмма. Дома об этом знают. Зарабатывают 400 тенге в день. Покупают тетради и дневник. Еще нам не хватает учебников. Больше десятка школьников только на этой хлопковой плантации. Несколько ребят, увидев телекамеру, прячутся между кустами. Остальные, похоже, даже не догадываются, что собирать хлопок им нельзя. Глядя на эту картину, понимаешь, с международной конвенции, запрещающей детский труд, незнакомы и взрослые. Это наша ежедневная жизнь. Ходим, собираем. Начал работать на плантации с пятого класса. Учусь в школе Женыс. В школах, где учатся юные хлопкоробы, факт работы учеников на плантациях опровергают. И даже обвиняют детей в обмане. Хлопок – главная сельхозкультура Махтаральского района. Именно тут выращивается больше 70% казахстанского хлопка. Местные аграрии в этом году засеяли им 140 тысяч гектаров. При этом хлопчатник в обязательном порядке подвергается обработке пестицидами, которые вредны для здоровья. По оценкам экспертов, на хлопковых плантациях в мире ежегодно отравляется от 300 до 500 тысяч человек. 20 тысяч из них погибают. Подобные исследования в Казахстане не проводились. Работа учащихся на хлопковых плантациях недопустима, уверяют педагоги. Приказ о запрете детского труда в районном отделе образования обязаны выпускать каждый новый учебный год. В Махтаральских школах такой приказ тоже есть. Правда, прошлогодний. По Международной конвенции у нас в начале учебного года есть приказы. Все учителя и учащиеся об этом знают прекрасно. И учащиеся на хлопковый пункт не ходят. Посещаемость у нас 99 или 98 процентов, которые по уважительной причине три ученики пошли на мероприятия. В районном отделе образования не так категоричны. Чиновники допускают, что некоторые нарушения все же имеются. Могут быть единичные случаи, но в целом массового ухода школьников на плантации нет, как раньше. В школах посещаемость учеников взята на строгий контроль. Бизнесвумен, хлопкороб Зульфия Машрапова, присутствию школьников на своей плантации только рада. Объясняет, без детских рук справиться с уборкой просто невозможно. На этих полях работают люди с ближайшего аула и дети в том числе. Школьники, которые учатся с утра, будут собирать хлопок после обеда. А больше у нас нет вариантов. Нанимаем людей и технику. Не очень верят отчетам чиновников сотрудники неправительственных организаций. Они объясняют, на плантации школьников выгоняют нужда. Часто они собирают хлопок вместе с родителями, чтобы заработать на еду и одежду. Проводилось социологическое исследование, конкретно вот в этих пяти селах. Бескитык, Коксу, Макталы, Достык и Жанаул. То одной из причин, почему дети работают, были названы желание заработать себе на школьную форму. Желание купить какие-то дополнительные продукты или медикаменты. И вот 60 семей в рамках нашего проекта трижды получат продуктовые корзины. То есть это компенсирует тот труд детей, которые работали бы. Проект общественников пока охватывает только 150 детей из пяти аулов Махтаральского района. Сбор хлопка в Южном Казахстане идет 10-й день и будет продолжаться вплоть до декабря. Уже собрано 44 тысячи тонн белого золота. Ирина Абрамова другими словами. Основная причина существования детского труда – это, конечно же, бедность. При этом в списке стран, эксплуатирующих подростков, лидирует Мьянма. Здесь трудится каждый третий ребенок в возрасте от 7 лет. До последнего времени тысячи детей работали в армии грузчиками. При этом солдаты их били и насиловали. Стоит отметить, что там несовершеннолетние не только работают, но и служат. Согласно данным МОД, в Мьянме примерно 70 тысяч солдат – это подростки до 18 лет. При этом автомат бойцу дают с 12 лет. Что касается Казахстана, то здесь детский труд получает все большее распространение. И встречается практически во всех производственных и непроизводственных сферах экономики. В сельском хозяйстве, в мелкой торговле. Какие пробелы есть в нашем законодательстве и как защитить детей от трудовой эксплуатации, а также о многом другом. Поговорим с вице-министром труда и социальной защиты населения Светланой Жакуповой. Светлана Кобыкеновна, здравствуйте. И первый вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, что происходит? Как нам защитить наших детей от детской трудовой эксплуатации? И что сделать, чтобы это прекратилось? Бороться здесь, наверное, нужно не только государственным органам, скажем, методам кнута и пряника. Это определенно нет. А всем обществом. Это в первую очередь семья. В первую очередь это школы. Было проведено порядка 9812 проверок. И выявлены нарушения. Вот среди них как раз-таки... То есть вы все-таки этот процесс контролируете? Мы этот процесс контролируем, да. И 12 как раз-таки фактов таких было обнаружено. Дети были обнаружены работающими и на СТО, и на автомойках. Работали в ночное время, без оформления трудовых отношений, без согласия родителей. И нужно отметить, что у нас инструмент воздействия на таких работодателей, которые используют, эксплуатируют детей, используют их труд, только административное взыскание. Но вот по этим 12 случаям было выставлено порядка 400 тысяч тенге. Давайте перейдем к следующей теме нашей сегодняшней встречи. Насколько мне известно, было выявлено из 5 миллионов 700 работающих, действующих счетов на территории Казахстана, пенсионных счетов, 100 тысяч счетов неопознанных. Вот что это значит? Что значит неопознанные счета? Кто входит в эту категорию? У нас есть две категории таких счетов. Первая категория – это не счетов, а именно возникновение таких взносов. Это как раз-таки по бывшим работникам, когда работодатели не оформляли трудовые отношения, не заключали трудовые договора, соответственно, даже не знали, кто у них работает. И выполнив определенный объем работы, работник уходил. При этом у работодателя оставалась сумма задолженности по пенсионным взносам. Первая категория – это люди, работодатели которых некорректно каким-то образом оформляли документы. Вторая… А это нерадивые бухгалтера, которые допускали ошибки. И были счеты, которые, скажем, с одной буквы неправильно. Например, Жакопова или Жакупова. Это уже система будет понимать, как разных два человека. То есть, Светлана Кабыкиновна, вот смотрите. Допустим, если получилось так, что действительно у меня там была какая-то ошибка в моих документах, и деньги с моего счета ушли, что теперь делать для того, чтобы эти деньги вернуть? Что делать? Да, много ли нужно собрать документов? Много не нужно. Во-первых, эти документы должен собрать ваш работодатель. Во-первых, вы обращаетесь к нему и говорите, вот нет таких-то моих отчетений. А если я, допустим, за этот период времени не сменила три рабочих места? К каждому работодателю надо обращаться? Каждый работодатель должен подтвердить, что если они перечисляли на Жакопову, а на Жакупова, они должны дать это подтверждение и направить в Государственный центр по выплате пенсии. И только тогда произойдет объединение счетов. Людям все-таки стоит же наверняка проверить свой пенсионный счет. Посмотреть, идут ли туда пенсионные отчисления. При этом я хочу предупредить, что не надо бежать в ГЦВП, стоять в очереди или думать о том, что вы будете стоять в очереди. Я уже назвала эти три источника. Вы можете обратиться и через портал электронного правительства, сидя дома. Вы можете просто зайти в ЦОН и получить эту справку за минуту-две. И в ГЦВП. То есть разом после сегодняшней передачи, например, скажем, чтобы все пошли и стали требовать, я думаю, что не стоит. Ну что ж, давайте еще раз посредством нашей программы обратимся и предупредим всех граждан. Проверьте свои счета, каждую букву, каждую цифру. Иначе в один прекрасный момент вы можете лишиться всех своих сбережений. Спасибо большое за то, что вы сегодня были с нами, уделили время. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Мы стоим на пороге великих открытий. Очень скоро узнаем доселе неизвестные факты о жизни кочевых цивилизаций. В этом году наши историки совершили ряд научных экспедиций за рубеж в хранилища, которым раньше не имели доступа. По крупицам в пыльных архивах они собрали уникальную информацию, которая прольет свет на темные страницы истории Казахстана и откроет тайны малоизученной области – этногенеза. А материалы, которые привезены из первого исторического архива Китая, и вовсе можно назвать сенсационными. Они охватывают период с конца 1730-го до середины 1911-го года и раскрывают все загадки и интриги казахско-китайских, внешнеполитических и экономических взаимоотношений. Уникальные документы и артефакты, связанные с историей Казахстана, нашли отечественные ученые в зарубежных архивах и фондах. 20 экспертов изучили материалы хранилищ в таких странах, как Иран, Индия, Китай, Египет, Турция, Монголия, Великобритания, Германия, Узбекистан и Россия. Историки привезли более 3000 копий снимков, зарисовок архитектурных памятников, карты. Материал, который десятилетиями собирался археологами, ждет своего часа для более детальных и тщательных исследований. Этногенет казахского народа до сих пор изучалась поверхностно, потому что родовоплеменные союзы, становление их, образование, например, этноса самого, на основе, например, Алашского союза, например, Алашской общественности, потом становление казахской народности. Все эти вопросы отдельно не изучались до сих пор. Впервые казахстанским ученым представилось возможность сделать копии уникальных документов в Первом историческом архиве Китая. Они позволили найти новые сведения о периоде казахского ханства, а анализ переписки хана Аблая с цинским императором Цан Луним показал, что в 18 и 19 веках китайские биографы и писари очень подробно описывали экономический уклад и жизнь казахов. И в одном письме пишут, значит, китайцы, а вот, говорит, Аблай хан, люди, кем он правил, живут в богатстве. Говорит, самый бедный, говорит, бедный казах в то время имел тысячу овец, тысячу коней, а богатые средники имели по 10 тысяч голов. Работа представителя исторических научных кругов сегодня – это часть масштабной программы исследований «Народ в потоке истории». Очередные результаты были заслушаны на третьем заседании Межведомственной комиссии. Государственный секретарь Марат Тажин подчеркнул, что все привезенные из-за рубежа документы необходимо изучить и проверить их достоверность. Казахская история, казахская национальная история – это часть всемирного исторического процесса. И чем раньше мы докажем это, чем точнее мы аргументируем глубину, широту, масштаб связи нашей национальной истории с глобальной историей, тем более зримой и выпуклой будет наша собственная национальная история. Уникальные документы и сведения об истории Казахстана, полученные учеными, будут теперь доступны на новом веб-портале «История Казахстана». Сайт уже содержит более 6 тысяч материалов. К тому же созданы специальные рубрики по освещению различных эпох, причем сразу на трех языках – казахском, русском и английском. По словам главного редактора интернет-ресурса Ержана Нусибекова, пользователи окунутся в поток новой и эксклюзивной информации об истории нашего государства. В этом разделе есть учебники для школьников, студентов и преподавателей. Здесь можно увидеть все электронные варианты учебников по истории Казахстана, выпущенные в нашей стране. Ранее такой материал не был доступен, экземпляры были только в редакциях, которые выпускали эти книги. Теперь эти учебники доступны для всех, однако стоит отметить, что вся информация учебников недоступна для копирования. Пока ученые добывают новые факты, занимаются анализом во всех вузах страны открытой кафедры истории Казахстана. На их базе уже начали работу исследовательские центры, которые привлекают к изучению ведущих ученых страны. В лаборатории сейчас у нас хранится более 600 тысяч каменных орудий, что демонстрирует эволюцию развития древнейшей истории на территории Казахстана, начиная от миллионного возраста и завершая где-то четвертым, третьим тысячелетиям до нашей эры. Мы должны систематизировать вот эти материалы, первое, что это необходимо. Далее, поскольку они на разных языках, это громадный труд, тщательный, ответственный труд, потому что мы должны работать не только с переводом этих источников, мы должны его еще и проверять на объективность. Кроме архивных хранилищ, большая кладезь для ученых – архитектурные раскопки, найденные документы, артефакты, возможно, помогут открыть новые страницы в истории нашего государства. Дамир Айдаров, Алибек Утаркулов, другими словами. Только улеглись страсти вокруг инцидента с участием Жарл-Хапа Хлыбая на борту авиакомпании «Скат», как новый скандал на ту же тему взбудоражил интернет-сообщество. В пятницу твиттер взорвался от негодования. Бывший заместитель Акима Макатского района Атараусской области Мирамбек Билгали пнул и оскорбил стюардессу из-за того, что она не говорила на казахском языке. За девушку вступился оказавшийся на борту Аким Западно-Казахстанской области Нурлан Ногаев. Он попытался утихомирить мужчину. Большинство твиттерян были единодушны. Знать госязык, конечно, нужно, но поднимать руку на женщину – большое свинство и позор для всей нации. Пассажиры этого рейса написали на хулигана коллективное заявление в надежде, что в отношении него будут приняты самые серьезные меры. Пользователь Казнета Роман Бородихин выложил в сеть видео, ставшее на этой неделе самым обсуждаемым и собравшее огромное количество просмотров на YouTube. На видео видно, как автомашина Део Лиганза, сбив девушку, не сбавляя скорости, проехала по ней. Казалось бы, после такого выжить практически невозможно. Но вдруг самым необъяснимым образом жертва ДТП встает и уходит с дороги самостоятельно. Свои эмоции интернет-сообщество выражало в основном нецензурной лексикой, поэтому комментарии мы приводить не будем. К счастью жизни 15-летней девочке сейчас ничего не угрожает. Она получила лишь тупую травму живота. Родители даже не стали писать заявление в полицию на водителя. Перейдем к нашим звездам. Баяна Исентаева и Роза Рымбаева оказались жертвами мошенников, которые использовали имена и изображения наших знаменитостей в рекламе чудодейственного средства для похудения. Пропала отечность, лицо стало свежее. Злополучный живот заметно убавился, бока подтянулись. Делится радостью псевдо-баян со страницы скандального сайта. Ее коллега, по несчастью, Роза Рымбаева уже подала в суд и требует закрытия этого портала. Исентаева пока таких мер не предпринимала, но на всякий случай предупредила своих читателей в Твиттере, что никаких средств с гипнотическим действием не рекламирует. Пользователи посоветовали теледиве разобраться и непременно взыскать с авторов хорошую материальную компенсацию. Не знаю, о чем думали создатели этой рекламы, Баян Исентаева как-то совсем не ассоциируется с проблемой лишнего веса. Хотя были и те, кто всему этому поверил. Например, ведущая Маржан Султанбаева. А значит, были и другие, которые приобретали средства, клюнув на рекламную утку. Ну и бессменный король российской поп-музыки Филипп Киркоров порадовал на неделе новым творением, посвятив его, кому бы вы думали, троллям. Этот клип Филипп Бедросович презентовал в Твиттере, написав пост о том, что он переоценил собственное творчество. «Раньше я любил свой клип, но товарищ Саша Гриб мне раскрыл глаза, что клип не идеал. Я три ночи проплакал, но я вызов готов принять, чтобы не быть больше шлаком, я буду себя менять». Пользователи оценили тонкий юмор певца и буквально закидали его восторженными откликами, отпустив попутно все предыдущие грехи. Данила Козловский, Христина Арбакайте, Лера Кудрявцева и многие другие видные представители российского шоу-бизнеса «Рука» плескали Филиппу, дружно скандируя. Это успех. Мы продолжаем нашу специальную рубрику о подготовке к зимним олимпийским играм в Сочи. На этой неделе наш герой – казахстанский прыгун с трамплина Марат Джапаров. Этот вид двоеборья называют одним из самых сложных и захватывающих. В Сочи уже готов новый трамплин, который получил название «Русские горки». Наш журналист встретился со спортсменом и смог узнать все нюансы тренировок. Тут разгоняешься и потом летишь, как птица. Ничего такого сложного нет. Главное – смелость, уверенность в себе и понимание тренера. Толчок, полет, приземление. С такой комбинации начинается почти каждое утро Марата Джапарова. Он увлекся этим видом спорта в 12 лет. По спортивным меркам поздно. Но тогда это увлечение просто захватило школьника. Я увидел по телевизору, потом в школе сидели на уроке. Один пацан сказал, что занимается прыжками с трамплина на лыжах. Я не поверил. Пошел на тренировку к ним посмотреть и записался. С тех пор у Марата в буквальном смысле и взлеты, и падения. Он даже дважды бросал спортивную карьеру. Но по мистическим обстоятельствам снова возвращался. Сняться потом прыжки, долгий период, когда не прыгаешь с трамплина. Уже чего-то не хватает в организме. Без прыжков просто уже не могу. Первый чемпионский титул Марат получил на республиканских соревнованиях. После этого почти каждый год он занимал призовые места то на одних, то на других состязаниях. Это и дало ему путевку на Олимпийские игры. Я думаю, с сочинским Олимпийским игром мы должны довольно хорошую форму набрать и неплохо выступить, побороться за двадцатку сильнейших, я думаю. Команда стала совсем по-другому. Его отношение само стало по-другому. Он понимает, что он может, что он должен и то, что от него требуется. Прыжки с трамплина на лыжах – зимний вид спорта. И готовиться к нему в теплом алматинском климате непросто. Приходится прибегать к таким вот хитростям, вроде этих дощечек. Марат не унывает. Он тренируется ежедневно, потому что знает, ему придется бороться с сильными соперниками. Но, как и все, верит в победу. Ольга Чапурина другими словами. Это были самые интересные и важные события недели, о которых мы хотели вам рассказать. Не забывайте читать на социальных сетях, твиттере и фейсбуке. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи на седьмом канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова